Всем привет дорогие друзья! С вами Крюга ТВ и вы просили видео по Е90, так вот и получайте! Взял я сегодня Е90 и решил выкатиться в рандом, чтобы еще раз попробовать эту машинку и еще раз вам ее показать. Е90, что же это за рыба такая? А это рыба нашей с вами мечты. Особенно рыба такая хорошая для немцефилов, потому что Маус сейчас довольно сильно страдает. Е100 в принципе может танковать, может наносить урон, но все равно не торт, ну как-то вот где-то ему чего-то не хватает. А вот Е90 это пожалуй самое то, что нужно и способен он нагибать и наносить урон. Итак, что же мы здесь имеем? Это такая облегченная версия Е100 с измененной башней. Лобовая броня башня в принципе хорошая, 180 мм с кое-каким наклоном, но она пробивается, к сожалению, иногда из очень мощных орудий прямо в лоб башни вас могут пробить. И особенно если будут выцеливать скос, который ведет к крыше башни, так что он аккуратней. Борта башни и корма башни это отдельная больная история данного танка. Они имеют всего лишь 80 мм броню, что не есть хорошо, потому как туда нас шьют вообще все. И пятые, и шестые, и седьмые, и восьмые, и девятые, и десятые, и кто только хочет, вот те туда пробивают. Корпус у нас почти такой же, как и у сотки, только несколько меньший, так скажем, экран и несколько меньшая броня, но в принципе для нас ничего абсолютно не поменялось. Такой же слабый НЛД и такой же крепчайший непробиваемый ВЛД. Ну и вкупе с неплохой все-таки башней, особенно лбом башни, то танк получился таким тоже неплохим. В целом по броне он похож на сотку, да, может быть башня чуть слабее, но это не играет роли. Орудие то же самое, что и на Е100, но такое чувство, что оно несколько более точное, хотя нигде этому подтверждений найти не удалось. Перезарядка у нас с экипажем 12 уровня и досылателем составляет 16,5 секунд, разовый урон 1680 единиц, что очень много, и пробитие ББшкой 235. В принципе можно играть и на ББ. На ГЛДе, конечно, будет намного комфортнее, там за 300 пробития, 334, и там пробиваются абсолютно все танки, даже можно особо и не выцеливать. Ну а на ББ вам придется повыцеливать, хотя не сказать, чтобы данное орудие было косым, но и точным его, конечно же, не назовешь, потому как калибр немаленький все-таки. 4 секунды у нас сведения, что в принципе нормально, потому как пушка в целом, круг разброса не такой огромный, как мог бы быть, и это, конечно же, хорошо. Так что ставьте обязательно досылатель с приводы наводки, обязательно ставьте стабилизатор, и тогда вы сможете выжать максимум от данного орудия и от данного танка. Ну и, конечно, можете ставить дополнительную навесную броню, либо же на усиление обзора модуль, который тоже вам неплохо поможет в данных боях. По ХП. У нас есть 4500 ХП, плюс еще 50, ну это уже так, накинули нам. В общем, этого хватает на довольно большую такую долгую затяжную стычку с какими-нибудь противниками, если какие-нибудь ПТшки, правда, там с вами не завязаны. Вот, допустим, как ИСУ взяла мне и тверкнул на 1500 в борт башни. Ну, и понятное дело, ХП нужно тратить с умом, то есть танковать на этом танке можно и даже нужно. Так что подставляйте лоб, закрывайте НЛД, и тогда вы сможете довольно эффективно танковать. Единственное, что на башне все-таки есть лючок, который пробивается. Здесь, в отличие от сотки, есть такая тема, и, да, нам, конечно, это ничего хорошего абсолютно не приносит. Ну что ж, а в данный момент боя я уже успел довольно неплохо наколотить, и вы видите то, что меня сейчас могут разобрать, поэтому я начинаю пятиться. А что же у нас, кстати, со скоростью? Можем ли мы успеть спрятаться? Да, можем. Скорость максимальная такая же, в общем-то, как и у сотки, но при том же двигателе, в 1200 лошадей, масса у нас не 130 тонн, а всего лишь 100, то есть на 30 тонн аж меньше, и поэтому танк очень резвый для своих габаритов и своих размеров. На самом деле, быстрая машина с хорошей броней и хорошей пушкой в целом получается. Поэтому всем я рекомендую, тем, кто любит играть за немцев, эту машину прокачать, потому как и Маус сейчас, в принципе, не нужен, потому как довольно кривая физика полета снаряда, аркадная, точнее, если бы прям уж совсем так точно говорить об этом. Ну, а Е100 все-таки медленнее, хотя никакого особого преимущества вы на нем не ощутите, кроме еще более крепкой башни, которая, в принципе, и на Е90-то неплоха. Поэтому я не знаю, есть ли смысл что-то там искать, выискивать. Берите Е90 и радуйтесь жизни. Танк отличный. Ну, а с вами был Крюга ТВ. Надеюсь, это видео было для вас познавательным, и вы определились с тем, что же качать за немцев, кроме всеми любимого леопарда. Всем пока, всем удачного нагиба!